Итак, друзья, ну что ж, всем привет, с вами Слэм, с вами Таффа, это Киберарена, Старладдер и всё, что с ним связано, Counter-Strike, Global Offensive, друзья, ну и с найф-раунда мы здесь начинаем, карта ДДАС-2 между этими командами, друзья, и смотрим, так, фнатики, фнатики будут выбирать. Да, всем привет, фнатики будут выбирать сторону, и я думаю, что останутся, наверное, они за атаку, так как она сильная, для них, по их логике, в любом случае, ну и будем ждать рестарта, в принципе, боевого. Итак, команда Мауса Спортс из Британии, её представители, Ретлинг, ПТ, Стингер, ПРБ, МХ, конечно. Ну вот МХ известный парень, на самом деле, на Сурс-сцене, и много раз я видел его, например, в Пов-трансляции на Щилки-Веорге, и на кадр, где тоже наблюдал, он там тоже размещается. Парень, наверное, играет неплохо, но эта команда, в принципе, сегодня обыграла ESC Gaming без шансов, и сейчас вот у них матч, опять же, за выход из группы, у Нипов-то точно всё будет в порядке, скорее всего, тебе прошмыгнут как можно быстрее в... Давай напомнить всем таблицу перед этим матчем, вообще, почему мы смотрим Маус Спортс, Фнатик, а не Нип, ESC, казалось бы, куда интереснее матч для КС 1 и 6, но этот матч уже ровным счётом ничего не решает, ESC Gaming, как мы понимаем, лишились всех шансов на выход за счёт личной встречи, потому что они проиграли и Маус Спортс, и Фнатик, и даже если обыграют Нипов и догонят кого-то по очкам, то... Да тут даже не по очкам догонят, в любом случае, кто-то победит либо Маус Спортс, либо Фнатик, и у кого-то будет, ну, либо 6, либо 4 очка, если будет ничья, и 4-4 будет вообще, конечно, фатально Ну да, ну а у нас здесь лайв, друзья, рестарты, и они боевые, в принципе, Маус начинает в дефенсе, дальше они Фнатик начинают в атаке, и давайте смотреть, что же здесь произойдёт И так, у Фнатик сразу 3Б, интересно, моде чек центра, ну, центр здесь чекается до конца, вот он спалил, в принципе, сейчас перетяжку третьего игрока, думаю, вначале тоже спалили, бы выходить не будут, попытаются разыграть через мид Вот чаще всего, например, на Старладере мы видели битвы топовых европейских команд, и они часто открывали длину под респ, как бы всегда старались это делать, здесь... Но всё равно это всегда риск, потому что у защиты всегда тоже может быть респ, и... Прикол просто длины в том, что её очень легко за атаку пробросить с банки, выйти там на 2 флешки, тупо элементарно, занять до яма Да, но можно всегда наступить на хаешку, по-первыхому на РСП, и... Ну да, но обычно так это не делать Есть минус от ПРБ, первый, поздравляем от Парыча Прикрытие, там сейчас будет Аркада Парычи, Реттлсинг видел здесь, да, видел, видел, он проход мида, в итоге вломится сейчас в тэшку, за ним, в принципе, уже бежит Керриган Минус от Керригана, трое в тэшке, идёт стяжка мид, МХ, ПРБ, ПТ, Сингер, все на Б, Плэнте, здесь моментальный сплит на Парыч Вот не стоило вот так носиться, как дебилы какие-то, извините, за выражения, надо было захолдеть в тэшке и играть медленно Но повезло, что в центре так разменялись плюсом для себя Повезло то, что отстрелили просто сейчас мышей в натике, но вот видно, что играют ребята здесь Не то, что на интуицию, значит, здесь, наверное, мы от них будем видеть много раундов в стиле Пойдём на Б, на машине мы там побежали, на центр Не, раунд классно играли до этого момента, когда они все побежали, вот один момент И просто три игрока в центре перед воротами защиты должны были просто уничтожить их Но получилось наоборот Ну, в итоге, Сингер один в два, минус тэшка Давай, Сингер, тащи Сделал бомба длина, играть будет против Гуся и укрепление в яме Как я понимаю, это Пэта и ПРБ у нас, да, норвежцы? Нет, Пэта это британец, а Сингер, Сингер и ПРБ это норвежцы Вот так вот, точно Маус Спортс, остальные все Ну, по сути, знаешь, вот с заменами этот британский состав Вот после победы над ESC, Fnatic сейчас должны их, вроде бы, как убрать И пройти дальше в плей-офф Будет очень даже интересно и весело Никто, возможно, не ожидал, что эти парни смогут пройти из группы, так, с первой попытки Но есть все шансы Да, есть Есть Смотрим, Маус Спортс, вот не дали здесь Пэта пропрыгнуть На B нормальная, Сингер прошел, вроде более-менее Длину пытаются пробить Fnatic, там уже перестрелка, три игрока Ой-ой-ой, там четыре, четыре игрока с банки выходят Сразу же Рютер минус два, закрывая длину, минус еще один от фрисов Догонка, но это быстрая бомба, длина и Быстрая смерть команда Маус Хотя еще Stinger может сейчас попытаться что-то сделать с ПТ Ну, я думаю, они отрежут себе девайсик какой-нибудь, попытаются нарезать Вот, кстати, сейчас Керриган бегает с этим девайсом сумасшедшим 3.3 вот в 1.6 Он так рубит просто неимоверно Вот мы недавно играли со слэмчиком Мне он очень сильно понравился Его называют петух, его называют кирпич Утка Утка тоже Его называют утка даже Ну, не знаю, мне очень нравится этот девайс Все время забывал Ну и пока Настя, Настя на какашке любит этот петух Да, да, да Ну, ждем оконцовки этого, окончания этого раунда 2.0 за Фнатик Все очень четко И, в принципе, я думаю, третий раунд они тоже могут сейчас забрать И вообще для них очень ровное начало Было бы неплохо, конечно, забрать первый оружейный Тогда они могут себя вообще уверенно чувствовать по экономике Вот мы сейчас, кстати, после раунда пронаблюдаем деньги Потому что, слава богу, Гоутюей после СВЦ пропатчили И мы теперь видим, сколько у кого денег Ну вот, есть 5900, в общем-то, по 3 с чем-то Средняя цифра команды Фнатик Плюс уже были девайсы И потихонечку деньги начинают к ним заезжать 3600, 3700, 3600, 3300, 3300 Не рискуют Там еще один эко здесь просто Они максимум, что могут сделать, это купить по 250 флешки какие-то Либо укрепить что-то Ой, смотри, фула, фула будут играть сейчас МХ реклама, а сразу белый Пистолет, пистолет Это же дефолтный пистолет Вот этот пистолет, нет, по 2000 дефолтный пистолет Вот дефолт, а по 250 выглядит вот так Да А есть еще очень интересный пистолет Привет, привет, ТАФ, это КСГОлл Есть интересный очень пистолет за 400 баксов Который по 30 хилсов снимает с каждого попадания Ой-ой-ой, МХ вышел, посмотри, но сразу от рютера здесь Не, рютер, конечно, жесткий Как называется этот пистолет с рютю патронами? Вот я не помню, если честно не помню Привет, СЛЭМ, это КСГОл Привет, СЛЭМ, но я же его не юзую Я вот по 250, он прямо, понимаешь По 250 этот пистолет, он, наверное, как юз Вот в 1.6, мне по ощущениям Потому что с него я, когда убиваю чувака в голову Ну, у меня есть это ощущение хедшота Мужик, ну просто пистолет, который стоит 400 баксов В котором 30 патронов, и каждый патрон отнимает 30 хилсов в тушку Понимаешь, это очень серьезная штука А тем временем у ЕСЦ третий нюк и 7-1 от НИП Вот не везет парням из ЕСЦ играть нюк Ну да, причем они его очень много играют Последнее время Представляете, три нюка и до свидания с чемпионата Но, в принципе... Зато подготовили хорошо карту на будущий чемпионат Итак, первооружейный фриз АВП на длину Там дымы не попадает по пробегающему План по дефолту скинут ближе к восьмерке И, походу, будет сейчас медленный раунд В исполнении вот этих ребят из Маус Спорт Я уже, знаешь, по привычке... Из команды Фнатик, а? Да, из Дании, из Дании Из Дании, да, датский Я датча называю шведами, знаешь, по привычке Ну, что поделать, ладно Ну, это уже не те старые добрые Фнатик Друзья, а группа в Steam'е SL4M eSports комментатор Там я читаю Ваш чат, Тафу, можете прочитать на Киберарена ТВ Да, он вас там читает В Steam тоже читаю Ну, периодически все почитаем, ребят Если что-то будет интересно, конечно, будем поглашать Ну и vk.com slash ssltv Там вообще все читаю Там приветствуют сообщения, машина И любые сообщения Фотожабы, фотожабы, самое главное Кто наделает с этого турнира Много-много вкусных фотожаб, только вкусных Хотя нет Мне больше нравится мема Знаешь, такая штука сейчас очень популярная И фотографий с игроками хватает Знаешь, знаешь Тут вот Rattlesnack Rattlesnack как-то ушел Вообще еле-еле 97 хп, LOL осталось MXPT ему закрывают Пытаются дать еще минус авп, но не выходит MXPT в итоге просто тупо с рекламой перекрывает Из просвета фактически всю атаку LOL1 остается Безняга фриз, но он попытается потащить А он, слушай, он думает, что там был один на спуске Их там двое, сейчас его убирают с первой пули Вот, минус Ну, он ушел от флешки и подъем-то не помню Ну, не обратил на него внимание Не просчитал, да В итоге MX-4 в раунде, друзья Минус 80% вражеские команды Счет 1-3 в пользу Fnatic У Fnatic хватает там денег На самом деле по 7-300 У двоих игроков было по 4-500 Да, он 4-600 еще у Трейса осталось Но там, наверное, сейчас у Трейса айвик будет Нет, калаш, калаш Еще один дроп упал Кому-то с ближними респаунами к Медлу Да, вот ему подбросили калаш Сразу же забрал Керригана Вот так падает дым-центр Опять длина, война в ВП не попадает Опять через дым Пытается добить и чуть не наказали Не, вот выходить здесь с 3-5 на самом деле опасно Все, фрисы просто отфлешили Ему нужно уходить, он это делает Моди взрывает под бест гранаты И как он садится на нее пуканом 50 хп снесли Это сурово Ну, пока что по позициям видим, что Fnatic По сути еще даже не знают, что они будут делать Не вышли в длину, перестраиваются двое, идут сейчас в Т-шку Видимо, будут им проверять до конца Обрати внимание, у британцев нет аркады Это парыч, это парыч вырисовывается Ну, парыч вырисовывается, но туда идти опять же, ну, нельзя Вот без длины, если вы не заняли длину, на парыч идти Это как-то... Да что, так знаешь, сейчас такой широкий парыч, надо классно выходить, конечно Там расклад просто в том, что там могут сейчас сидеть трое с открытого, да Одна флешка, и по факту это минус вся атака Ну, можно дать точно так же флешку и минус вся защита Тут, наверное, сейчас так получится, даже на 2 разыграть Тем более, МХ сразу видит Ой, ну вот что это такое, ну... Что там Рютер делал вообще, зачем ты там стоял Так, ну тут МХ просто сейчас будет... Вот смотри, нету ни одной гранаты от атаки, они просто... Ну, смотри, смотри, РПТ минус, Керрига, ну, лоб, мой лоб, все, врыв парыч пошел Вот черти Нет, ну смотри, сейчас Петер сыграет, я уверен Не, не пошел в аркаду, они, по-моему, поняли, что атака тоже смещается На Б у нас есть тинга Вот скажи мне, Слэм, простая ситуация Вот 1 и 6, атака заходит в парыч, не могу успокоиться Их спалили, и они что, думают, что им не будут кидать гранаты, или что? Чего они там оставались кусаться? Опа, Фриска, отстреливает Дэнс Без шансов Да они стояли, ждали, понимаешь, просто они не понимали, где кто находится Там один Молотов, и всем хана, ну что ты Смотри, Фрис, опять один вышел просто и что-то сделал Не, Молотов, сейчас уже его пофиксили, он сейчас так прямо игру не способен изменить Да нормально Его даже брать перестали, потому что он стал совершенно бесполезный, и мбы в нем никакой нету Если кинуть под ноги четверым и покоцать хотя бы по 20 хилсов каждого, уже от него хороший толк, 80 хилсов Друзья, напишите мне в группе, пожалуйста, в чате, кто же там, как там НИП вообще с ЕСЦ Пока вот 7.1 мне написали, это последнее сообщение Я думаю, там все в этом же духе будет проходить, и жестокий Форест, жестокий Гетрайт, и наказание польской пятерки За то, что так поздно начали играть Сейчас будет жестокий прием просто, медла О, денежки закончились Да, ну вот тут ПТ уже развлекается как-то Ну пока как-то слабо, его вот здесь должны были уже разменять Ой, ушел, П2000, и, пилпассы ВП с очка, и минусы Минусы, минусы, минусы за Маус и Спорест Три-три, друзья, счет сравнивается Ну вот один пистолетный взятый раунд командой Фнатик При том, что в Ношару с учетом быстрой стяжки на ЗИК В пистолетке, кто помнит Так, 9-2, 9-3 уже счет между НИП и командой ESC Gaming Но у нас тут все равно зарубы интереснее Слушай, Слэн, подскажи, что в консоли не написано, кто кого убил? А, это Сурс ТВ Привет, CSGO Гоу ТВ Гоу ТВ Ну это Сурс ТВ, аналог просто Гоу ТВ Я думаю, они еще будут над ним работать и работать Сейчас хороший минус, а там, кстати, хитрая подсадка от защиты на центре Успели, да, успели подсадить над деревом По факту ПТ просто спрыгнет, отойдет Потому что выход вряд ли будет осуществляться через мид у атаки Нет, просто если Фнатик смотрели до ДАС-2, как на нем играть То самое эффективное, мы все прекрасно это узнаем Кто смотрел, кто смотрел Старладдер Это тупо два дыма мид на КТ Один молотов С Т-шки на Дэнс, на Б И тупо пушите мид Заходите туда, убиваете всех Все, 4 пары, там двое с Респа Двое офлешенных уже с Респа Ну вот ПТ сейчас сможет не дойти, да, до подъема Не доходит до подъема МХ, ВП, отдает на КТ, ПРБ стягивается в ноль В нуле минусует в этот момент Фриса И 4 в 3 ситуация, но выбивать будут Маус Спорт Скорее всего не останутся на позициях МХ, ВП, минус Керриган Как сурово Тут жесткая оппозиционная ошибка Еще один минус от защиты Оппозиционная ошибка у Диффенса Но они сейчас хорошо исправляются Вот, молодцы, смотрим, смогут ли выбить Сейчас очень много слепых игроков С одной и второй командой Так, выход под флеш на пары Чет Рейс сразу же белый в планке Но вот он попытается здесь на голову принять Но стрельбака кидем пока его подводит Надо было прятаться сразу Знают, где Сильвестр находится И он на спуске против двоих Которые выходят с Парычи Смотрим за Моди Ну что, давай, неудержимых Покажи нам Моди Ну, аааа Ну ты удержимый, удержимый Нормально, нормально Ну его тут запилили просто вообще напополам Стингер заюзал Но бомба взрывается И счет становится 4-3, друзья Не успели немножечко Маус Спорт Неуверенно выбивали На самом деле, им по силам было После первого минуса Тут подойти и разобрать все Знаешь, там была такая ситуация Что Фнати хорошо протоптали по Тэшке Это было слышно игрокам в центре То, что они перетягиваются на Парыч То, что там секунд 10-15 прошло Пока они туда забежали И, по сути, в этот момент Что было на защите Аплента Два игрока, которые выходят с Респа И одна флешка Их моментально флешит И Фнатик спокойно заходит на точку Ну что, ВП-центр Трейс на Респе с бомбой Рютер Моди под Б Плентом И один Керриган будет пытаться Наработать контакт на длине Ему будет мешать всячески это сделать Товарищ ПРБ ПТБ, Стингер тоже Подсадка в Парыче уже война На самом-то деле была с Тэшкой Ну, вот Рютер Разбежается У нас пытается Начекать центр, ждет аркаду Врывы Не, ну реально Фнатик видно, что они готовы Играют они против там 1.6 разных схем Но тут они как бы не работают совсем Не, ну знаешь, готовы, не готовы Не, ну они медленными раундами, конечно Да, я не спорю И быстрыми перетяжками Могут там какие-то моменты выигрывать Но вот Мне очень нравится По-моему, тот раунд показал Что парни как бы не способны даже бомбу защитить Так что если... И опять Парыч спокойненько отдают В принципе его можно отдавать Сейчас Но тут будет фейк Здесь фейк Керриган будет разводить с Парыч 4б Вместе с Плентом Довольно простой олдскульный раунд Наверное, либо Стингера смотрим Либо как там Керриган разводит Стингер с Кольтом С ним еще вместе кто? С ним еще ПТ вместе на приеме Ну вот, тут сразу ПТ И нужен Молотов, но Будет принимать на стрельбу Выходит Фриспи Фаер Вернее, он вот зазумился сразу Как бы И знал куда уже смотреть Тену сад Керригана, да Там даже не развод был Там Лейтон вышел Потом Керриган И сделал Но его сразу разменял МХ Обрати внимание Злины за Аркадьев Ребята в принципе из Маус Справились Ну что, МХ за воротами ПРБ, ФТшки 2 в 3 Сложное выбивание Ну тут сейчас МХ на себя Сейчас МХ на себя Мог взять инициативу Минус 1 Есть Выход с Ташки ПЛБ Второй хэдшот И это минус команда Фнатик Почти вся Но остался Моди Который попытается потащить Ждет Дэнс Минус Ташка Есть Перестрелка 1-1 Вторая каска Моди Четвертая звезда Моди Неудержимые продолжаются Отличная игра От Фнатик 5-3 25 очков На 25 очков уже уходит Моди 21 очко Пока что МХ из Маус Спортс Ну пока MVP в данном матче Моди Вот единственный Швед в команде По-моему остался Да, да Последний Самый жгучий Красавчик Но опять же Видимо что Моди Два раунда подряд Тащит и пытается Вытащить игру Вот Юрий Страйк Терещенко Наш супер игрокомментатор Пришел Так, ну что Моди Титаник 2-3 номер Пета и Стингер Аркада Аркада Тэшка Как видим вдвоем Заходят на деглах Попытаются сыграть На мид Длину выходит Там уже война Классная пошла Там уже без войны Просто сейчас Вот еще ПРБ тут пытается Ой-ой-ой Вот это няшный фраг Конечно Его здесь заставили Немножко Пригнуться и упасть Ну 2-3 Стингер в парыч Вот тоже кстати Изменение на Дасте То что сейчас можно выйти С ворот Тут еще ПТ в спине Как бы То есть тут Вот момент интересный Если Стингер здесь Кого-то перевернет То это возможно Будет отход обратный И Маус Порс Как раз на этом И хотят по-моему Сейчас вырулить Не перевернет Не парься Я что хотел сказать Очень быстро Сейчас притяжка пошла Смотри-смотри-смотри Опа-опа-опа Видел да Слово-то можешь не орать Опа А ты видел-то видел-то было Супер мысль А ты опа-опа На экране Какая-какая Какая супер мысль Он сдегла уже Тупо начекал длину Они знают Что там трое сидят И они специально То, что если тебя видели в Респе Ты можешь через 5 секунд Оказаться в парочи Уже на выходе атаки Вот я про это говорю Ну да Ну да Оп Ну вот Не зашло А-а-а ПТ Надо было сжать Надо было сжать длину парню Посмотрим Смотри Есть шанс Это сурсеры походу Ну давайте Хедшот Хедшот От Настиной какашки У корига на них Настина какашка Понимаешь Как бы на этом чемпионате Я боюсь представить Первый лан для Нави И какие ники будут там После этого Опа С трудом все равно 6-3 как-то Неуверенно Сильная сторона Неуверенно все равно Атака играет Неуверенно Мы видим все так Как-то близко Близко, близко, близко По стрельбе я бы сказал Что Мау Спортс Может быть даже где-то лучше Стреляет местами Если датчане выйдут с группы Как бы попадут в плей-офф Это уже будет Не знаю Потом доберутся до финала И жахнут непов Просто А такое может случиться Это вот знаешь Ну Игроки высокого уровня По ходу турнира Если разыграются Если им дадут такой шанс Тут потащить Тут потащить Ну по ходу турнира Турнир в несколько дней И у тебя дни-то все разные Как бы Да, да Может быть и подсоберутся Завтра будет свободный день Если сейчас пройдут То будет все отлично Надо выигрывать эту игру И играть дальше Ой-ой-ой Опасно Моди сам уже уверен Чувствует себя по ходу Да, поставил хэдшот Открывается О, вторая банка на бою Вот это зашло Вот еще один 1-6 Игрок Он начинает жечь И МХ минус Моди Сразу присяк попытку Там сейчас будет Чек с очка От МХ И может даже под флеш Не, без флешки Тупо просто выходит Пытается закрыть дверь Но Рютер знал Без флешки Это он зря Что такой поворот Событий может быть Прб уже в план спрыгнул Что делает Как он бодро Такой хорош Минус бомба Б Минус плент И нужен еще один фраг Ну вот Давай посмотрим на фриса 1 в 2 в принципе С авиком Может получится Но дым Ой, дым делает дело Дым открыт И минус 2 от фриса Ой, Фнатик Ой, красавцы 7-3, друзья Просто что творят, ребята Вот я сейчас наблюдаю Еще жестче историю Чем было с командой ЕСС Там ЕСС давали раунды За атаку А тут Фнатик их просто берут Вот и Мау Спортс, конечно Местами классную группу оказывают Но сейчас от фриса Ну нельзя ему было отдаваться Как-то все было довольно слабенько Итак, 7-3 Фнатик выходит вперед По фрагам Могу вам сказать, друзья Что происходит Сейчас 10 Фрагов 4 хелпы У МХ А у МОДи 9 фрагов 1 хелпа 6 смертей Но эти фраги Не знаю Он настолько разыгрался Он просто уверенно Выходит сейчас на стрельбу И не боится Он чувствует, что он сильнее Сейчас в Мау Спортс Ну это пока Что может быть приятнее для игрока Когда он на уверенности Так выходит и ставит Ну пока 4 звезды уже МХ что-то пытается сделать Ну 4 звезды Это вообще эти МВПшки Они не показатели То есть тут может Нет, конечно Это может быть 4 МВП Потому что бомбу 4 раза взорвал Как бы И куча куча очков Вот это МВП мне, кстати Правильно, что ты сказал Но мне не нравится Но оно неправильное немножко То есть опять же Если вы считали по демиджу Который нанес игрок за раунд Там там Да, там есть такое Там есть такое Что считается Там есть такое, что считается Но Типа это не выдается за МВП Но иногда вылезает инфа Типа в конце каждого раунда То есть Да, ребят Русский КС, поставь себе Steam на русском У тебя будет русский КС Почитаешь переводы Поугараешь А у тебя русский КС, да У тебя там место закладки B Ну нормально Место закладки B Место закладки B Представлять это как в книжке закладка Я думаю, что знаешь, кстати Вот на стримах тоже КС будет меняться Я думаю, что в ближайшие 4 месяца Там будет появляться всякие Разного рода статистики Новороты Ну и в конце этой недели Я надеюсь, что мы уже начнем Изготовление нашего собственного Браткаст Худо Специального Для CSGO Это будет замечательно Ну что, оружейный раунд Смотрим 8-3 Так Ключевая, наверное, ситуация В этой половине для Мауспорта Нужно как-то ломать игру Как-то брать раунды По деньгам у команды сейчас остается Вообще понты Там максимум 1900 Там по 1000 У кого-то 250 баксов Ну в общем, если раунд отдается То, наверное, ничего не вытащат Плюс покупали АВП Ну и смотрите АВП на B Есть у нас Это в пары В общем, 2B Тут сейчас, по-моему, немцы Будут играть с миндом Ой, немцы, извиняюсь Британцы Вот МХ что-то как-то очень агрессивно Да, флэш пошла на мид После этой флэшки Не-не-не Это тот же раунд, когда Был Керриган в пары Чи 4B Но вот они сейчас, кстати, скинули бомбу Да, я про британцев Что? Кто-то еще? Я про брубил Оп! Минус фриз сразу Британцы уже пожёстче Пожёстче начинают сейчас смотреть Вот минус 2 почти Сразу же, посмотрите, уходит Сейчас выйдет Моди Да, с собой им по шапке И вот Ага! Керриган мидл Просто вышел на морозе Один в это время Дал хэдшот И пока тэшка ждет Я думаю, постоят Постоят секунд 15 И нет Меньше, меньше, меньше Сразу разбегаются Я просто думал, что они опять пойдут на Б Но они решили, что на ВП не пойдут Будут играть против троих в Аппленте Правильное решение Я знаю, что парыч свободный В принципе, дают Дает защита пространства на карте И получается играть у Фнатик Сейчас посмотрим ПРБ Нет, до чека не дождался Буквально секунду Отдает Моди банку Рютер за Моди Это сплит 2-2 на А, друзья Моди ослепили Да, флешка хорошая от ПРБ зашла Вот вовремя кинул Не, но они же там такой Еще и парыч два белых Ой-ой-ой Но Рютер дождался длины Минус ПРБ Есть флеш Спалил его позицию И возможность Вообще физического присутствия В итоге выход Парыч И Пета кладет двоих на Парыч И прячется за плентом За ящиком Но это опять же инфа Его здесь ждут Минус Лютер Спрей в дым Моди Ну что ты будешь делать Увидел красного Отпрыгивающего игрока Контр-террес-тв Вин Время кончается И Ну вот-то ВП здесь не стало Стреляться даже Дальше В четвертый раунд Для Мауспорта На самом-то деле В 1.6 такого не сделаешь Вот прыгая там с РСПа И зажимая кнопку Убивая плантищего игрока Конечно жестко Не поймаю Как Моди Слушай, по-моему По-моему команду Фнатик Надо было все-таки Пригласить на Старландер Знаешь, заменить кого-то там Потому что Ну я же хочу Вы не пригласили Я вообще не понимаю А сейчас уже просто физически Мы не успеем Все их матчи провести Нас подставили очень плотно Давай ли мы по 5 матчей в день За 3 дня все матчи Мы сыграли Ну Зря вот так Короче Ну да ладно Посмотрим Посмотрим Агрессивно На Б Сам пошел Прочекал Два их Сейчас Даже второго Наверное Не видел Но слышал Ну и Пока что Может получить Молотого Сюда Там Стингер Ял ВП Вот Ну Кстати ВП И сейчас будет выход на МХ Сразу с чеком Оп Сразу хедшот Один Второй пошел Третий Нет, третий не зашел А ВП кстати еще прикрывало Вдобавок к всему Моди дал размен Но это инфа Опять же То что куча была на миде Вот длину не за Аркадия Ли британца Как бы если по нему Здесь контроли То ноль бы за собой оставляли Ну тут Тайвик Вот Эх Ну смотрим Моди вместе с Трейсом В Парыч Сейчас будет просто Тут даже если они выбьют Откроется Парыч еще Два в два перестрелка Они выбьют, они 3 в 2 будет перестрелка, потому что фриз длины подтягивает. Ну, фриз будет очень долго идти, при том, что ПРБ это... Он, конечно, с ВП, он не мобилен. Ну, он сейчас щелкнет просто ПРБ, и все. Вот, уже пошел парыч, есть инфа. ПРБ уходит, смотри, длину, а фриз уже на позиции. А ПТ уже белый на подъеме, и тут надо, короче, убивать как-то плент. То есть сейчас фриз еще один раз попадает, и... Все-таки фнатики выбивают, слушай, очень четко играют. Там же было видно, 3 в 2. Не, я просто не верю, что они 6 дней тренировались в CSGO, реально. Ну, смотрим, ой-ой-ой, туда ВП так близко к пленту, опасно, и дал минус. Да, он сейчас еще второй. А где он убил игрока? Он убил на подъеме, он сейчас еще второго будет чекать. Там еще парыч вышел, ой, вообще сказка просто длину увидел. Еще минус граната, стингер, это просто тролло-лоу. Вот это британцы, вот это затроллили датчан, а. Этот парень неплох, крыса его будет называть. Да этот парень просто отличный. Ред, какой-то финн просто на самом деле. Нам там вон пришел Кирилл Карасев, звезда. Звезда. Звезда из команды Virtus.pro. Стучится в студию. Я думаю, кто стучит? Хотел узнал, какой счет. Тут Фнатик вообще творят безумие, понимаешь, там. Взяли, взяли поляка, без шансов перевернули. Сейчас Маусы спор сдрючат. 8-5, понимаешь? Как бы с НИПами сыграли плотно, там 5 раундов взяли. Ну, я бы тут в этом матче побоялся бы вот этого слова на букву D, но 8-5 за атаку, посмотрим. При том, что они тренились 6 дней, понимаешь? 6 дней вообще. А здесь, кстати, даст. Давай. Удачи. Да? Да, даст. Натик ведут. Да, что нам сказал Ангел, что мы с ними тренировались, они взяли 3 на Дасте у нас. Ну вот. Тут они уже 8 взяли на Дасте в Маус Спортс. Да, ну вот, я говорю, это Лан, это Аура, Лан чемпионат, а опять же Швеция. А дачане любят в Швеции выигрывать турниры, если так вспоминать. Да, тут вот трейс совсем, конечно, стрельба не к черту. 8-6. Ну, в дефолтик могут сыграть в 9-6 для атаки. Я уже, знаешь, я могу сказать, что Маус Спортс сделали свое грязное дело. Они сномили игру, они взяли эти 2 раунда подряд усилиями, конечно, снайпера. Реттлескн... Как правильно прочитать ник этого парня? Наверное, Реттлснэк. Реттлснэк. Как-нибудь так. Или давай просто посмотрим, какой у него ник на хелтв. Орге. Там как бы понятно написано. Ну да. Реттлеснк. Господи. Будет Ретт. Будет просто крыса. Будет просто кры... Ой-ой-ой, Молотов на 8, это АВП, Молотов на 8. И АВП зашло в аркаду в нижнюю, при том, что двойным зумом ждет он Моди. Ай-яй-яй, как ему не повезло. Вот он тайминг, конечно, наш любимый. И только убрал прицел, вышел там игрок. Конечно, печально. Могло и повезти здесь. Ну, на миде я тоже спрыгнул, а пара еще дал инфуту, что он пустой. Здесь длина готовится. Мэкс там на приеме. Пистолеты пошли. Моди минус ААВик. И прием банки. Ну вот не надо было тут... Поджимает центр, а Моди на Б. Моди на Б, но Моди без бомбы. Бомба от рейса. Все ушли с длины, оставили Рютера в яме, уходят через респаун. На Б, уходят. Моди на Б, стяжка на Б. А стяжку ловит ПРБ, он видит мид, видит прокидку мид, понимает, что это Б, скорее всего, защита тоже стягивается. А Моди, Моди уже открылся, но там контроль и преимущество у Кольта, опять же, у Стингера. А, Моди Дигл, какая печаль. Я думал, там АКМ, думал, сейчас всех порвет. Смотри, тут ДКТ дискотяка начинается, ящик не простреливается, надо идти добивать, ПРБ мочит Рютера. Нет, подожди, 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 тут еще сейчас может будет выход Парыч нормальный. Да, вот, благодаря Керригу, ну, отрезали, увидели черного парня в миде, 3-2 ситуация, и чистое преимущество здесь уже должно решить. Вот, казалось бы, Фнатик берут 9-й раунд, но что-то не подсказывает, что им сейчас навешивают. Ой, 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 вот это Фнатик, вот это, да. Нет, не навешивают, 2-6, все четко. Ну, это дело, вот что происходит? Ситуация, казалось бы, в 2-3, нужно сидеть, бояться. Чувак с АВП прыгает с Парыча в респаун и начинает с дегла валить типа на воротах, ну. Ну. Ну, получил бы сейчас по башке 2 на 2, один красный тиммейт, ну и все, бы тогда было. Но. Но это опять, вот, знаешь, тут. Мне кажется, Фнатиков сейчас перевернут. Думаешь, перевернут, думаешь, перевернут. Им нужно молиться на пистолеты просто. Мы просто, мы просто сейчас, не, на пистолетку им по-любому надо молиться, им надо минимум 12, там, выигрывать, там, да, 12-6, чтобы, как бы, 4, божьим чудом взять. Но это все, опять же, зависит от того, если Мауспорс будет крепкими парнями, то все будет четко. Да, ребят, тем временем, ВКонтакте, vk.com.slsl.tv, заходите в группу, подписывайтесь на группу, тут много новостей. Не группа, это публичная страница, но подписывайтесь на нее, это страница нашей лиги, CSGO StarLadder TV, друзья. И самое главное, проголосуйте, вот, голосование, играли ли вы в CSGO, очень нам интересна наша статистика от СНГшной, интересно, все-таки пока вот 892 человека не так много проголосовало, но хоть что-то мы понимаем уже. В этом, немножко. Ну, вот, видишь, за месяц ситуация вообще зеркально перевернулась, и уже вот 60% играли, 30% не играло, а 8,3% не знают, что такое CS. И гоу. НИП 12.6, Сергей Мельник, спасибо тебе большое, видим твои сообщения. А вот уже написали, как расшифровывается ник, как Rattlesnake. Rattlesnake, это типа крысы-змей? Ну, сейчас посмотрим, что нам скажет... Google-переводчик? Да-да-да. Давай. Да вон вниз, нажми галочку, и все у тебя четко. Это не то. Ну, не то, у тебя только что было, вот он. Вот он. Гремучая змея. Гремучая змея. Нормальный ник у парня. Ладно, что ж, пистолетка, друзья, вторая половина. Have Fun, пишет МХ команде Fnatic, но мы-то знаем, что Fnatic уже фан, как минимум, потому что на морозе, отыгравшись из ней, чуваки тут решили взять DreamHack, наверное. 49, и временем за ним, там, кстати, борьба продолжается в параллельном матче. Ну что, поляки свой последний матч, неужели не будут стараться? Как ты думаешь? Конечно будут, это же ESC. Ладно, здесь чек-центра от Моди, увидел Stinger, увидел Rattlesnake, а тут выход на Т-шку от Mousesports, и Kerrigan уже давит первого МХ, они дали быстро атаковать, хороший шанс для того, чтобы зацепиться в чистом преимуществе за первую пистолетку, потому что, обратите внимание, Appland полностью отдали, длина пустая, и... Ой, как нужен Fnatic этот пистолетный, ой, как нужен... Но тут уже, тут уже 3 в 5, понимаешь? Парни на опыте могут, могут потащить, конечно. У них опыта гораздо больше, чем все равно в Mousesports, хоть там есть и PRB, о, великий и страшный. Но PRB... Ну, есть гремучая из меня просто... Он не был в 1.6 великим и страшным, понимаешь? А... Нормально он был, он был топ-левела всегда, но... Опа, вот это вот трехочковый просто от Rattlesnake'а, ему можно был... ему можно ник менять на Майкл Джордан сразу. Не, он классно играет с ВП, поэтому я понимаю, почему такая вот Rattlesnake у него ник, гремучая из меня, типа он такой супер-быстрый, супер-реакция у него, знаешь, такой... Супер-змей. Супер-змей, да. Ну, ладно. В общем, уже 3 в 4. И чек длинный... Вот аккуратно Stinger разыграл, обратите внимание, против просвета. Ну что, два парыча, один длина. Простой раунд сейчас будет разыгрывать по концовке Mousesports. Там только двое, Tracer и Ritter смотрят парыч, упали оба в respawn, освободили точку пацанам из Mousesports. Там перекрестный огонь минус Ritter и, по-моему, Mousesports это прорыв плунта, да, прорыв плунта. Фнадик в преимуществе не смогли устоять на красивые действия А вы говорили опыт, вот и пожалуйста. Не, ну сейчас что, перестройка будет, смотри, они под флешку готовятся ворваться на Зиг. Да, там никого нет вообще. Не, ну Зиг, конечно, отдается бомбу на длину эффективнее ставить там. Что, один длина, два парыча. Больше пространства играбельного. Гуся задавили, класса. Не, второй один раскидывает, один заходит, контакт, длина и сразу два падают, из длины заходит Керриган и первый минус есть. Перестрелка 1 на 1, но Rattlesnake здесь, да. Вот она, гремучая змея, сколько он дал? А, 4 по-моему, в этом раунде он дал? Да, 4 минуса вроде бы там, 8% просто, очень команды убил. Очень красиво сыграл. А вот теперь в Фнатике начинают чесать затылки. Или 3 минуса, 3 минуса он дал? Ну, как минимум 3. Да. Минимум 3, ПРБ, так, МХ с Бизоном играет, ПРБ играет с брызгалкой. О, боже. Ну, Фнатик чё, 2-яка вперёд, это 9-9 уже как минимум. Rattlesnake с брызгалкой, Петта с брызгалкой. Брызгалка. Тингер разговаривала. Это просто МПшка и всё. Это не МПшка, братан, это какая-то... МП7 это. А, это МП7, да. Ну, Галил сейчас подсадят. Но это не МП5. Это не МП5. МП5 это здесь Бизон называется. Трещотка. Он вообще на МП5 не похож. Ну да, он похож на Бизона, мы бы ещё только Рога и реально Бизон бы был. Но пока вот, к сожалению, не сделали. Он похож на коллаж с подсвольником. Ну это к лучшему. Ну что, Фнатик, колд по позициям и я надеюсь, что может быть что-то они здесь придумают интересное. Тем временем 16-10 не выигрывают команду ЕСЦ Гейминг. Ну что ж, прощайте, поляки, увидимся на Старладдере. Так, выход Парыч. Ох, там без шансов тупо минус 3 моментально. Но мне всё равно интересно, как сыграют сейчас задачане. Вот тут... Оп-оп-оп-оп-оп-оп, ПРБ. Вот вам борьба, серьёзнейшая. Да, смотри, перевернули Парыч, но там в спине как бы есть бонус один, это ПРБ, который с МПшкой, гранатой, минус и минус от МХ из Бизона. Вот он, Бизон, кстати. Это самая МПшка, которую брали часто раньше. Ну, до Бизона не дорвался ПРБ, 8 дней. Он даже стреляет совершенно по-другому. Это не та МПшка, это совершенно другая пушка. Ну, я понимаю, но... Совершенно. Что ты сравнишь, что даёт с МПшкой? Это совершенно другой девайс. Ну, она по звуку такая же. Да ладно, там... Ты послушай звук. Вчера слушался, вообще никак не похоже. Похоже на Бизон. Похоже на Бизон, ну ладно. Договорились. Она стреляет в три раза быстрее, чем МПшка. Всё, успокойся, пожалуйста. В нём сколько патронов, скажи, в Бизоне? Успокойся, пожалуйста. Центрад модит, тю-тю-тю-тю-тю. АМХ собирает халяву, Моди забегает, минус один. Даёт с подсадки на девятке, уничтожает сразу же, стингер минус. Этот сделал. Ну и надо фнатикам здесь на цельмониться, пойти отдаться, как мужики нормальные. Вот сейчас Рютер последний дыгой погибает, да. Давит его в банке, 9-9 становится. Счёт, друзья, вот он первый девайс. Ну, момент истины. Какая разница? Ты знаешь разницу раундов? Если будет ничья в этом матче, у кого лучше разница? Да, у Маус. У Маус лучше? Конечно, у Маус лучше разница. Но здесь, если фнатик выигрывает, то они проходят вроде... Если выигрывают, опять же. Если будет ничья, будет разница раундов считать. У команд будет по 4 очка. Ну да, но у Маус там получше вроде было по счёту. То есть поляки ещё с фнатиками как-то поборолись, а Маус вообще их ушатали. А, с нипами как играли. А давай просто посмотрим. Сейчас посмотрим девайс на раунд. Я посмотрю на халт-йорге группы, там достоверная инфа. Так, фрис, АВП, 2 миддл, 2 длина. Вот так вот. Но уже какашка возвращается. Какашка уже возвращается на плент. А вот теперь классический дефенс. Моди смотрит центр, АВП на Б, и трое от длины играют раунд на пленте. Всё, казалось бы, просто. Парыч уже, кстати, атака заняла. Он тут сейчас в ПТ и БРБ вдвоём. На мидле, Реттлснэйк, Зик. Ну вот Стингер открывает Парыч. Нет, здесь мид. Мид на моде будет выходить, а Демилик и Тэп, смотри. Там мид и 3 парыч. Проходит БРБ, и его с просвета бреет трейс минус от какашки. И это вообще просто феерический дефенс АПЛЕНТА. Разворачиваются товарищи британцы. Уходят обратно в центр. Думают, что их тиммейт здесь захелпил и убил кого-то. Но 4 в 2. Вот Моди сейчас полетел тоже. Да Моди, уже не важно, что Моди полетел. Он закрыл центр и закрыл основного игрока, который должен был давать как камбэк, по сути. То есть, который должен был закрывать. Ещё и бомба упала на мид, а ВП на АВП. Я вообще, если честно, не понял раунда. Они давали флешки с Парыча на центр, и трое выходили Парыча, двое центр. Два, два выходили Парыча, и трое должны были выпрыгнуть в центр и пойти на Б. Они дали ещё два дыма на КТ-респ. Задача была такая, чтобы один чувак атаки, один чувак из-за атаки, да, прошёл не на Б, прошёл тоже на КТ-респ. Он туда попытался пойти, но его забрал трейс. Это инфа для Моди. Моди сразу с КТ переместился в сторону мидла, добил... Что такое КТ у тебя, объясни. КТ-респ. Респаун. Вот. Господи. Ну, я не знаю, это какое-то безумие. Ну, он туда пытался ворваться, и я думаю, что хотели просто попытаться заставить наш площадь. На Парыче было ВП и Калаш. Они выходили. По-моему, третий потом к ним подтянулся. Ну, мог подтянуться, мог спуститься. Но мид, понимаешь, мид всё равно не открылись, а мид был ключевым здесь у них. Да, просто цель, цель раунда. У каждого раунда должна быть своя цель. Цель раунда выйти сплитом либо А, либо БСК. Ну, скорее всего, А, конечно же. Но они хотели, видимо, сыграть с КТ-респауном, но их там отрезали. Срежемника как-то. Попроще раунды надо играть. Просто тема в том, что с КТ можно было бы там спокойно убирать просвет, как бы, парней из длины. Знаешь, вообще, вот я смотрю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот CSGO это вот просто то, что нужно Дане Зевсу. Это его стиль игры. Простые раунды 3 плюс 2, которые здесь будут крайне сумасшедше решать. Мне так кажется, что всё будет хорошо у Na'Vi. Ну, я думаю, что там будет всё хорошо. Тут ещё проще. После микса с Маркеловым я в этом, с каждым миксом убеждаюсь всё больше и больше. Ну, это мы мясики, знаешь. Другие пацаны-то стреляют мудро. Опа, вот он, фриз против ПРБ на центре. Минус дал, 4 в 5, преимущество у Фнатик численное. И Маус что-то конкретно замедлили. А, по-моему, тоже у них проблемы с атакой. Да, 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 они тоже, по-моему, теперь уже не понимают, что делать с этими датчанами. Куда ходить? Так, моменталка, зелень. Три парочек. Зига-зига от Трейса, и вот сейчас будет приём по ходу. Три парочек, Пэтэ вообще пока гуляет под хедро. Трейс плюс Керриган. Ну всё, пошёл выход, под флэш смотрим. Ну, Керриган даже зум не отводит, но минус всё равно даёт, Трейс даёт хедшот пропрыгивающему на открытый, и всё, под это. Два вышли, потом Пэтэ вернулся, и ещё два выходят с парочек. Пытается МХ разыграть в свою пользу, Пэтэ минус, ещё есть просвет, игрок защиты, два игрока защиты на просвете, флэш плэнт, и Моди нарезает первого, пытается белой стреляться МХ, но флэшоному тут, в принципе, как не побороться. Рютер минус, 11.9, друзья, два девайсных раунда от команды Фнатик. Такие качели в матче, вообще. Да, конечно, сейчас, вот если играют не Нипа или не Вэри Геймс, то, в принципе, борьба в каждом матче обеспечена. Любая команда может выиграть у любой, вот в чём фишка. Пока что в этот первый год Кэнс Гоу, ну посмотрим, что будет дальше. Итак, на длину выходит Риттер, и я вообще пытаюсь понять, да, есть, 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 тут всё хорошо, а вот у Атаки... Так, пошла Хае, пошёл дыма. У Атаки Эко! Что-то они тут перед длиной стали в пятером. Но они будут ждать. Они, может, там потом попытаются под какую-то одну флешку вытереть и раздавить, тоже нормально бы было. Я пока, наверное, Автодиректор включу. Посмотрим на Гоу ТВ, как оно работает. Пока что нам переключает на Фриса на центре. Ну, мы видим, что Атака не вышла. Видимо, он тут просто чекать будет. Ну да, Атака ещё тусуется, ждут аркады. Думаю, что смогут бонус себе какой-то зацепить. Но, респект датчанам, играют очень аккуратно, никуда не торопятся, не спешат. Вот первая перестрелочка под Б пошла. Ну, вот они ждут того, чего, в принципе, нельзя, не надо ждать от защиты поджимов каких-то. Ну, что вы, пацаны, думаете, что к вам кто-то пойдёт? Матчмейкинг переиграли со Школотой или что? Вперёд в атаку, что вы тут? Ну, знаешь, я думаю, для них это тоже такой тестовый турнир. Мне кажется, что этот состав долго как бы не протянет. Ну, посмотрим. Так, ну что, у нас есть 4-5 парыч. Ба, не слазь! Парыч пошла, здесь идёт выход. Ну и тут пошёл сбор халявы, в принципе, от Трейса, от Керригана вдвоём. Ещё одна флешка Плэн. Ой-ой-ой, Плэн спалил, дал инфу на парыча. Есть ещё один игрок. Керриган, в принципе, бомбу-то не забрал, он оставится. И, ой-ой-ой, минус Керриган. Рютер забирает МХа. Пробрасывает фриз, минус парапет. Ну, отчасти, бомбу поставили. Миссию выполнили. 12-9, 4 раунда до выхода плей-офф команды Fnatic. Сейчас, конечно, датчана шведы должны напрячься и почувствовать, что они могут это сделать. Шведы датчаня. Шведы датчанин. Не, не набрели бы Моди из состава, взяли бы. Хотя, не-не-не, набрели бы Моди, возьмут Зоника, и тогда мы увидим вообще безумный датский контр-страйк Global Offensive. Да, знаешь, Моди сейчас лучше всех в команде, по сути, стреляет. Такого парня нельзя брить. Я бы, вот, набрил бы, там, всяких леваков, там, вот, Рютер. Не, Рютер убрать, реально, взять Зоника. Взять Зоника, да. Я просто думаю, что Зоник еще вернется. Зоник уже не тот. Ну, да не, Зоник, я думаю, будет торт. Это один из самых... Это вообще один из самых талантливых игроков. Вот это ты видел, нет? Что они сделали? Ребята, как это вообще возможно? Чувака подсаживают вот сюда. Он встает и тупо для него открывается весь мид, убирает респаун сразу. О, тупо Тёмку забрать. Вот это трол-ло-ло. Они втроем подсадили его? Вдвоем один подсадил. Вот, встал, убил сверху тупо мид. Вот это вообще жара. Вот это британцы. Вот это ребята просто. По красоте заехало. Это Фнатик. Ой, Фнатик, Фнатик, сори. Причем сняли самого опасного. Да, да. Гремучую змею забрали. Это жесть. Вот мыши, наверное, не ждали сейчас такого. Мыши выходят в мидл. Давайте смотреть, ребята, что там будет. Сурик, я немножко парюсь. Вот с британцами буду просто маус говорить. Все. Ну, прорвали Б-плент, видим. ПТ открылся недавно. Длиннее трейса. И Рютера пока не видно. Но вот он бежит в Т-шку. Ну что, Рютер и Рейс вдвоем. Тут трейс, конечно, еще и дылом закрыли Б-плент. Хорош, Рютер, красавчик. Вот теперь 2-2. Один Т-шки, один за воротами. Два прям на пленте жмутся у игроков атаки. И нужно, нужно... Ну, а ВП тут работает на все 100. А вот у трейса еще и шанс. Давай посмотрим. Вот, может, на опыте сыграет. Ну, давай, давай. Там, по-моему, уже, да. Все, одна ХЕ-шка осталась у ПРБ. Гранату нет уже. У трейса есть флешка еще одна. Он ее может реализовать. Но он здесь ждет. Опять же, аркады на него все... Никто не понимает. У трейса есть флешка ХЕ-шка. Флешка ХЕ-шка. Не, он сейвит, походу. Слышал. Второго услышал. Идите сюда, мои славы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Наказал! Кака! Вот это да! Вот это трейс! Не, все. В этой игре эти парни будут божить, я уверен. Ну, посмотрим. Да, с Брид Девайса, красавчик. Нет, ты понимаешь, Натик, 6 дней тренировались в CSGO. 6 дней. И просто заехали на DreamHack. Я думаю, если бы, наверное, 6 дней позадрачивали, поехали бы сейчас на DreamHack, что бы было? Ну, не знаю. Трудно сказать. 6 дней... Это тоже, знаешь, такое. 6 дней тренировались. Ну, я думаю, по отдельности каждый играл в CSGO. Ну, да. И до этого еще и с бета-тестом. Не, просто реально, плюс еще вот эта фишечка на миде тоже нормальная. Так, тут сейчас прием длины тотальный будет от Риттера. Риттер минус 1, ушел от стенки. Игра, ему флешку накинули неплохо. Трейсу тяжело пока что халповать. Атака все равно пытается выйти, откидывает Трейс. Выход пароч, троих выходит. Хорошо, забирает Риттера. Но сейчас и Трейса, скорее всего, тоже заберут. Да, они сейчас... Минус от Керригана, плент... Так, бомб... АВП, пленте, АВП, пленте, минус АВП, пленте. АВП, пленте, бомба УПРБ на руках. 2 в 3. 2 в 3. Фриз, центр, модик, ЭТ. И атака ждет поджима в спину сразу, но вот поджима с длины нет. Парыч, дым, нет. Это тупик для Фнатик, но если сейчас модик убьет подъем, шансы будут. Ну, не знаю, фриз с АВП пошел Парыч отстреливать, который дымит. И фриз ушел, уходит, по-моему, на сейф. Он ушел в Тешку. Ну, решили засейвить, отдать одиннадцатый. Ну, с вот... Покажи нам бабло. По экономике, на самом деле, правильное решение. Ну, там, смотри, там 3 девайса будет на следующий раунд, если 2 засейвят. Ну, смотри, покупает сам... И трейс с Фомасом, как бы, то есть, ну, нормально. Смотри, Керриган сам покупает, двое дают дропы. Ну, да. Нормально все будет. И то, не факт, что они, конечно. Ну, если засейвят, конечно, раунд, да дроп там давать не надо. Там плюс 1900, плюс 1900, нормально в моде денег. Ну, вот смотри. Ну, сейчас посмотрим. 3 600, вот 5 500, 3 500. 5 3 500, 2 300, ну, тут будет, наверное... Один без девайса останется. Да, могут вообще сыграть. Либо двое даже. Да, лучше их сыграть. Не, пошел дроп, пошли дропы, решили взять, решили рискнуть. Датчане, ну, посмотрим. Фомас, трейс, играет Керриган вообще без гранат сейчас полностью. Вот он как раз, а, с ВП, с ВП, вот почему, без гранат. Ну, два ВП в защите, два Фомаса и один... Что в моде за девайс? В моде, в моде Кольт. Кольт? Да. Так, трейс, Фомас, АВП уже сработал. Найзи купили здесь мид. Три миду выходят. Мид готовится, пуш от Маус. Первый пропрыгнул, второй. Вот второго не спалил здесь трейс, но дал сейчас вообще качественную флешку. Вот тут должен был быть врыв, и... Врыва нет, влетает. Опа, есть один красный, добирает его, но с разворота МХ ставит, плюс... А, МХ вообще с очка поставил, ПРБ закрыл. Фнатик срочно нужно менять тактику диффенса, сейчас счет станет 12-13. Рютеру надо убирать сейчас Т-шку, вот прямо сейчас он это сделал, молодец. И два в два надо пытаться тащить. Тут просто нет АВП, на Рютера идет МХ, минус Рютер, и... Все, здесь уже врыва не будет от Керригана. Да, сейв АВП, следующий раунд будет ЭКО с одним АВП от Фнатик. Такое, на самом деле, знаешь, решение для датчанина. Почти засейвить, это дефолт. Помнишь вот эти датски? Помнишь, МТВ, это... Один сдох на Б4, играл А, и остались на А, вот... Ну, все правильно. Сейв стратеги. Тут просто фишка в том, что сейчас Маус Спортс уже почувствовали полностью все позиции Фнатик, и Фнатик нужно менять. Либо играть какие-то агрессивные раунды, выпады с парочей через подсадку АВП делать. Ну, что-то либо врывы в Т-шку делать, но... Вот сейчас нужно менять игру. Срочно нужно менять игру. Сейчас ЭКО, конечно. Может быть... Если возьмется один АВП, это будет лол. Смотрим внимательно. Итак, у Керригана есть АВП. Не знаю, даст он дроп или нет. Либо сам будет. Да, сам будет, в принципе. Такой парень. Итак, ну что, давай смотреть. Ну, вот я смотрю, от Люрписа лица... Люрпис, кстати, комментирует. А, подсадки. Вот сначала будут убивать гремучую змею, тихо. Да я... Ой-ой-ой, промазал. Промазал Керриган, но Фнатик, конечно, четко придумали. Вот он МИД был, друзья. А почему не пошел все-таки на, чтобы АВП не забрали? Непонятно пока. Потому что они видели, по идее. Так, ПРБ-Т-шки забирает, он... Минус два, убил аркаду на центре. Уже длина прошла, уже стыдно на плейтинг. Пытается здесь фриз забрать ПРБ, забирает плюс два, есть у Фнатик. Не, ну, 13-12 отдавать, конечно, сейчас это совсем грустный расклад. Но у Спортс-класса сыграли раунд, сейчас быстро. Вы видели АВП, пошли и быстро заняли точку. Молодцы. Сейчас бы еще отгопать бы вот Керригана, забрать у него АВП, было бы вообще круто. Ну, Клюрпис никак не может успокоиться и тыкать с игрока на игрока. О, бог ты мой. Это он, Автодирект? Да-да-да, ну, видишь тут... Томми. Не, ну, он, по крайней мере, включает четко, и мне даже не надо напрягаться и включать что-то. Я думаю, я нашел нам нового режиссера. Раба нашел себя. Да-да-да. Клюрпис, ты раб. Ты раб, терарен. Рабка из ГолТВ. Здесь ГолТВ, да. ГолТВ. Ну что, 13-12, Маус Спортс хотят покачать Фнатик. Не, Фнатиком надо брать. Я реально хочу, чтобы они прошли в плей-офф, это вообще будет такой троллинг, понимаешь? Смотри, у Маус Спортс там у одного 9, у одного 10 тысяч, у двоих по 3 и у Пэта 50 баксов. Короче, у них там на 2 раунда еще дропов будет. Ну да. Беда. Не, ну бай сейчас у Фнатик. 2 дефа так, трейс, рютер. Там, наверное, рютер с длины, как обычно. Не, там рютер трейс с длины, выход под флэш от трейса, и вот он пошел, 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 пошел. Фнатик не меняет свою стратегию, продолжают играть 2 ВП в защите, и что-то у них, как у нипов, не получается. Ну вот ПЦ, смотри, забрал рютера вообще на морозе, тут даже не думал. Точек от синий открылся на длине, почти минус 2, ставил трейсу 46 хп, а Маус Спортс готовит выход B, там ложится дым, но тут есть аэрик от фриса, и если... Ооо, фриска замазал, все, тут надо ложить флэш, ложить вторую флэш на плент и уходить. Ой, как четко, технично сыграл сейчас фрис, спрятался. Видишь, опять... Ай-яй-яй-яй-яй, но узум не очень. Я вижу, что тайминги еще не до конца считают игроки, вот он думал, что ребята еще не успели на платформу добежать, они уже... Не, он нормально на самом деле ушел, не, ушел четко, ушел четко. Он еще дал флэшку, он просто открылся и хотел, по-моему, фаззумом запилить, но вот именно из-за того, что... Да они уже пробежали, если говорю. Очень быстро, конечно, да? Он без зума выстрел, там пуля вообще влево полетела, так бы он убил, если прицелился, я думаю. Если попал. Ну, если прицелился, он даже там не прицелился, просто пытался автоматом как-то дать. Ну и в итоге британцы вообще изи просто этот бэплант выигрывают. Вообще, борода, смотрим деньги сейчас, защиты, 5, 8, 4, 3... Да все, там плакали бабки, там 8, 5, там 1 АВП сейчас будет. Там есть 8 и 7 тысяч. Там сейчас будет 1 АВП и Кольт. По сути, вот Фомаз, Кольт, Кольт. Но это последний бай в любом случае, если его проигрывают. 2 АВП все равно играют 2 АВП, ну что ж они делают, а? Что они делают? Ну, датчане такие, датчане. Пятый раунд подряд 2 АВП играть, причем их уже раскусили, ломают, но пацаны ничего не меняют игру. Вот, пожалуйста. Ну, сейчас на Б будет веселуха, так, с длины. Мау Спорт сыграет стяжку, под Б, по-моему, будут так же выходить. Либо сейчас попытаются мид качнуть. Первый дым на мид падает, на парочни пошли. Да, это сплит Б, это сплит Б играют они 3-2. Это 3-центр вышло сейчас, 2-центр. Сингер вернулся с пэта, вот, конечно, полез первый игрок, отдался под МВП, хорош. О-ой-ой-ой, фриск и редиск промазал. Вот его сразу здесь растерзали. Ну, все, это минус бабки у Фнатик. Ну, либо сейв 3-х девайсов сейчас. Можно еще попытаться сделать, но, опять же, на матчпоинт позволить выйти оппоненту, потому что они сдержали тупо сплит атаку на Б. Крючая из меня раздает. Здесь Маус молодцы, посмотри, Маус поняли, что надо играть максимально просто, и тогда все будет окей. Сыграли тупо 3-2 пуш на Б и... Я за это и говорю, здесь на самом деле решают выходы 3-2, просто количество стволов зачастую. Четко. ГГ написал трейс. Ну, скорее всего, Фамас, 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 Кольт, АВП. Скорее всего, не у всех арморы есть с касками. Юра, тем временем, ты про Б вообще? С каких времен помнишь этого парня? Древнего норвежца вообще. Тысячестой, две тысячи. Ну, это Митю Мейкерс команда вроде в то время была. Там еще Элемент играл. Там столько команд было. Не, Митю Мейкерс это последняя команда, за которую играл Элемент серьезно. Посмотри, сейчас агрессивно играют в Найтик. Вот первый раз решили сыграть агрессивно. Ну, тут сейчас Фриз начекал центр, тяжку Б увидел. Имеет ситуацию 2-2. Он еще парню пытался дать прострелом. Да, сейчас. Так, Ретлснэйк. Сейчас, смотри, под дым выходят на Б, 2. И все это против одного Фриза. Ну, как-то сурово. Ой-ой-ой, Фриз промазал опять. Ну, вот флешка на Дэнс. Какая-то флешки суровые. Ну, тут еще сверху тоже дали. Да нет, тут сейчас тупо холдом можно выиграть. Спокойно, но Трейс немножко перевернул ситуацию. Какая банка от Фриза. Не, грамотно. Грамотно все равно сыграли. Удачане. Очень неплохо инфои прошлись по ушам. Я не знаю, что вот слайм. Они вначале вообще не были готовы, что к ним ворвутся. Они уже настолько привыкли, что им дают бегать по всей карте. То, что вот обычный дефолт они не делали. К ним ворвали из центра, они офигели им. Чуть повезли. Вы могли всех убить сразу в РСП. Но теперь уже будут готовы. Вот сейчас сразу же. Дым на центр. Флеш. Но Моди все равно проскочил. Опа! Вот это фриз. Вот это... И минус... Аркады, нижняя тэшка. Моди минус. Редлснэйк. Три в пять. Три в пять. Атака выходит. Бэплэнт уже идет. Открытие вовсю. Трейс играет стяжку. Моди пытается бороться. Вот выходить за ворота. Атака выходит за ворота. Падает Астингер. МХ пушит минус. Причем не побоялись выйти за ворота. При том, что убивал реально один норвежец, один британец. Вот вдвоем разобрали просто вот все укрепление на Б. Ну пока три в три с тем, три в три. Смотри, смотри, еще флешки, пассивки влетают просто поздние. И тут, я думаю, сейчас будет... Ох, это на морозе. Керриган на ВП. Как убил, неясно. В планете творит судьбу Рютер и серия фрагов. Рютер будет дефить бомбу. Это 15-14, по-моему. А дефьюзов нет или что? Да, забрал дефузы. Забрал дефузы. И пошло дело. 5-4-3-2-1. Вот эти флешки поздние, они никого все равно не осветлили, потому что они такие плавные, что от них отвернуться нечего делать. Ну и 15-14. Слушай, решающий раунд. У Маус Спорт все хорошо с деньгами. У защиты теперь тоже все нормально с деньгами. И Фнатик могут сейчас натянуть ничью. Вот если будет ничья, что тогда произойдет? Разница раундов, я же тебе говорил. Разница раундов. Нам нужен сразу же HLTV.org. Где ты? Причем со всеми командами надо считать разницу раундов. Да, ну Маус Спорт, что, вообще... Редко это просто случается, когда две команды спорят и играют еще между собой в ничью. Ну сейчас увидим, сейчас увидим, на самом деле, чем закончится, а потом уже посмотрим, посчитаем. Так, длина, паста, хорошо, Рютер, минус. Тут еще трое, двое. Опа, сразу отхватил. Минус от ПРБ, минус от Бетта. Тем временем здесь играется выход на Аплэнд. Продолжает играться. Там парыч прорвался один, чувак. Ну все, вот и победа Маус Спорт, скорее всего. Либо все-таки Сильвестра затащит вместе с Фрисом. Сильвестра будет тащить. Два в четыре, ну давай, Моди. Он сегодня классно стрелял, он чувствует... Или уже не чувствует, наверное. Опа, минус один, нет, там на размене просто стояли, чуваки. Ну все, что, ГГшка. Можно раунды не считать. Ну да, Фрис, конечно, пострадал от МХ, 16-14, Маус Спортс вытаскивают эту игру, но Фнатик вытворили просто полное безумие. Субтитры создавал DimaTorzok